Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Я поздравляю клинику Лалайка с 4-х летием. 6 тысяч успешных, более 6 тысяч успешных родов. Бизнес с высокой ответственностью, бизнес с высоким требованием безопасности. Но тем не менее родительный дом Лалайка наполнен любовью. Любовью к детям и любовью к делу. А кроме любви к делу, чем еще можно объяснить это? Когда мы приносим в банки наши отчеты, то это условно можно назвать бизнесом. Естественно, это бизнес, причем бизнес, я туда не вкладываю никакого элемента негативизма. Бизнес от слова «дело». Для того, чтобы это дело существовало, у тебя должно плюсы совпадать с минусами. Если у тебя будет минусов больше, чем плюсов, то там просто дело не будет уехаться. Но единственно, с точки зрения долгосрочности, это не самое выгодное. То есть, если был бы какой-то человек, у которого есть энное количество денег, который хочет вложить, то поверьте, роддом это не самое выгодное вложить. Ну, сколько любви вы вкладываете в этот бизнес? Это же заметно и по персоналу, который действительно искренне любит свою работу. И по оснащению клиники, и по количеству счастливых мам. Знаете, я как-то об этом не думаю. Это само собой получается. И вот вы знаете, наверное, лучше всего вспомнить какие-то излечения известных врачей, да? И вот был такой врач, если не ошибаюсь, так сказать, это сказал профессор Строжеско. У нас улица Строжеско, институт Строжеско есть, да? Он был кардиологом еще в начале 20 века. И он вообще говорил, это чепуха, что сердце можно лечить, скажем так, таблетками, там, уколами и так далее. Сердце можно лечить только сердцем. Так вот и здесь, понимаете? Если ты не будешь любить это дело, то составить себя, скажем так, это я имею в виду, там, врачок, акушерок, гинеколог, акушерки, так сказать, заходить в родзал, каждый день, так сказать, в общем-то, по большому счету одно и то же, это невозможно. Поэтому в основе, в общем-то, этого дела лежит любовь. И люди, которые занимаются этим, они любят это дело. Ну, можно говорить, что счастливый человек – это тот, который имеет любимое дело? Ну, по крайней мере, которое ему не надоедает. То есть, конечно. Ну, из множеств интервью с вашими докторами, понятно, не только то, что не надоедает, но они постоянно красной нитью ведут мысль о том, что они совершенствуют процесс. Вот каждый день сделать лучше и лучше и еще лучше. Ну, понимаете, что это дело? Те, кто не любят это дело, они уходят из профессии. То есть, задача наша, чтобы люди любили дело, чтобы было интересно, для этого должно появляться что-то новое. И кроме того, так сказать, скажем так, ну, такая прозаичная вещь, так сказать, что, в общем-то, периоды между, так сказать, делом надо что-то есть и пить. Должна быть нормальная заработная плата и так далее. Да, ну, поверьте мне, ну, понимаете, в чем дело, чем у человека больше денег, тем он более свободен, тем он может больше сделать то, что хочет. Вот взять на субботу-воскресенье, поехать в Париж и посмотреть на ночную Эйфелеву башню. Это же степень свободы. Да, я согласна. И свобода – это еще один из элементов счастливого человека. Человек, имеющийся любимое дело, человек, имеющийся свободу что-то делать. Но хочу вернуться к тому, что врачи действительно кайфуют от процесса работы в клинике Лалейка и действительно посвящают очень много своей собственной энергии вот совершенствованию этого процесса. Как удалось уйти от вот этого стремления к результату, да, там, к финансовому результату, ну, или к любому другому, а сосредоточиться на процессе? Давайте с вами порассуждаем. Вот врачебный процесс – это творчество? Ну, да. В известности – это не да. Да, и импровизация иногда. Нет, ну, понимаете, в чем дело. Импровизация – это хорошо, так сказать, хорошо подготовленная заготовка. То есть вот это вечное соотношение протоколов. Но речь о том, что, скажите, пожалуйста, вы знаете историю появления Джоконды Леонардо да Винчи? Значит, вот этот портрет был заказан венецианским купцом, как портрет его жены, которую он собирался повесить у себя в ванной. И на тот момент этот заказ, даже там кто-то из, в общем-то, историков нашел договор, оценивался в 40 дукатов. То есть этот купец говорил, что я тебе заплачу там 40 дукатов или каких-то денег, не такие сумасшедшие деньги, за портрет моей жены. Скажите, пожалуйста, Леонардо да Винчи, когда рисовал Джоконду, он думал о этих 40 дукатах? И о ванне, в которой будет висеть эта картина? Думаю, нет, конечно. Он просто рисовал. То есть, понимаете, деньги приходят независимо от этого. Когда ты думаешь о деньгах, невозможно заниматься творчеством. Поэтому, на самом деле, так сказать, вот эти всякие творческие решения возникают, когда человек независим от этого. Поэтому вот в политике клиника ВВЭКа у нас очень простые вещи есть. Что врач не должен говорить о деньгах. То есть, если врача спрашивают, а сколько там это стоит, он не имеет права отвечать. Врач человек творческий, он занимается, так сказать, тем, что надо оказать помощь. Он говорит, что надо сделать, а сколько это будет стоить, говорят другие люди. Ну, просто весь персонал Леоки, все докторы Леоки заряжены одним чувством совершенствования в своей работе. Еще достаточно много нам дала вот эта международная аккредитация GCI. Потому что, в принципе, в философии GCI, там заложен очень глубокий смысл. Что ты показываешь, как у тебя хорошо, а для того, чтобы ты ее продолжать, то ты должен показывать, как у тебя улучшается. То есть, выбираешь какие-то показатели на свое усмотрение. Он говорит, я хочу улучшить эти показатели. И должен их улучшать. То есть, если ты не улучшаешь, то тебе через три года GCI не подтвердят, какой бы ты хороший ни был. Если ты остался таким же хорошим, как и был три года назад, извините. То есть, действительно внедренные показатели в работу лично. Да, то есть, понимаете, есть, допустим, определенные индикаторы, которые мы выбрали, которые должны улучшаться. Выбрали все вместе, все вместе согласились. Да, но они как бы должны определять там стратегию. Это философия. Ну, безусловно, философия успешная. Потому что клинику Леока точно можно назвать одной из самых успешных клиник в Украине. Нетрудно говорить. Пусть люди скажут. Как удается вам поддерживать клинику на стабильно, успешном уровне? Ну, надо все время подкидывать идеи какие-то свежие. То есть, понимаете, в чем дело? Если не будет каких-то целей у коллектива, получить GCI, получить GCP, стать лучшими в Украине, стать лучшими в мире, делать что-то новое, то это конец делать. То есть, нужно движение. Ну, вот придумываем, знаете, это как погоня за тенью. Ну, вы постоянно выставите новую цель своему коллективу. Ну, да. Это же сложности. Это новые сложности самому себе. Это новое совершенствование, новое обучение какое-то. Для вас это финансовые затраты? Пытаемся соизмерить. Ну, с финансовыми затратами, конечно, особенно в эти смутные времена ковида, тяжело. Ну, тем не менее, количество благодарных пациентов в клинике подтверждает, что результат счастливой мамы, действительно счастливые родители и дети. А я всегда смотрю на неблагодарных. Тоже важный критерий. Нет, на самом деле, понимаете, в чем дело? Там 99,8% это, ну, когда там рассказывают, как тут хорошо и так далее. Ну, 0,2% чего-то не так. И вот я начинаю, так сказать, всегда смотреть вот эти отзывы пациентов. Вот с тех чего-то не так, мне особую отметочку на них ставят. Где что-то не так. Почему? Потому что там, где все так, значит, мы хорошо работаем, молодцы. Так и должно быть. А вот там, где что-то не так, значит, мы что-то не сделали. В основном пациенты ценят за осмотрительность, да, в беременности. За то, что все предупредили, все предусмотрели. Возможно, есть решение на любые проблемы, на любые ситуации. Иногда пациенты говорят, что в клинике даже доктор старается не допустить ситуации. То есть, вот это все похоже на стандартизацию процессов. И подскажите, в чем секрет? Тут секретов особых нет. С одной стороны, пытаемся все положить на ноты, чтобы были какие-то там стандарты, какие-то протоколы или нет. С другой стороны, и медицина в целом, и акушерство, это такой процесс, тебе вот все не положишь. Все равно какой-то элемент импровизации есть. Но я всегда привожу пример. По одним и тем же нотам играют там вальс номер семь там Шопена. Почему-то, так сказать, один играет по этим же нотам и кажут гениальный исполнитель, допустим, там Горовец, да, а другой просто играет. То есть, понимаете, элемент импровизации, даже если играешь по нотам, все равно есть. Все же играют по одинаковым нотам, да? И все играют от Элла по одному и тому же тексту. Ну, есть, так сказать, гениальные исполнители, а есть нет. Ну, большинство пациентов оценивают Рудом Лалека как гениальный оркестр. Знаете, по большому счету, вся медицина и безопасность пациентов состоит из бесчисленных вопросов. Что будет, если? И что к этому привело, да? Нет. Что будет, если? Что будет, если, допустим, там кровотечение? Что будет, если там с ребенком что-то не так и так далее? И такого полного познания. То есть, знаете, как, скажем так, стремление к бесконечности. Вот ты к нему пытаешься приблизиться, а никогда не приблизишься. Никогда не достигнешь бесконечности. Ну, на большинство, если уже же есть ответы, как я понимаю, о современной медицине. Есть ответы, но, понимаете, на самом деле, так сказать, куча есть ситуаций в медицине, которые не имеют ответов. И дай бог, чтобы они встречались как можно реже. Но к этому надо быть готовым. А какие вопросы стоят перед Лалекой, предположим, в ближайшие два года, если можете? На какие вопросы вы будете искать ответы? Ну, скажем так, что есть же какие-то секреты у нас. Ну, стать лучше. Мы поставили себе в этом году цель, чтобы у нас было больше 2000 родов. Первый год, 17-й, у нас было там 842, потом у нас там было 1900, 1850. Я говорю, порядок цифр. А вот в этом году это порядка 2200-2300, так планируется, что у нас будет. В отношении количественных показателей, в общем-то, ну, особенно уже роста не будет. Во-первых, в отношении качественных показателей. Во-вторых, скажем так, что нам необходимо формирование в образе пациента, что мы не просто, так сказать, знаете, санаторий с медицинским уклоном. Вот это вот усиленно. С одной стороны, так сказать, мы должны заниматься там маркетингом, подавать все в гламурном виде, там, жалеть, так сказать, чувства беременных. А с другой стороны, мы должны говорить, что беременность, так сказать, может быть с осложнениями, что могут быть недоношенные дети. Мы это все можем прекрасно делать. Поэтому нам очень важно подать образ лилеки, не просто как гламурного, так сказать, модного роддома, да? Знаете, я назовусь такое понятие, салонное кушерство. А как действительно современного лечебного учреждения, которое может оказать полный спектр услуг в области охраны здоровья матери и ребенка. Вот это основная цель. Ну, действительно, возможность ответить на все, если решением каким-то, да, адекватным. Да, скромность – самый легкий путь без вести. Давайте так, я нескромно скажу то, что у нас действительно, так сказать, сделано хорошо. То есть, ну, первое, что у нас, допустим, видим, это уже, так сказать, электронный фитальный мониторинг. То есть, в Украине это редкость. Чуть-чуть подробнее что-то. Электронный фитальный мониторинг – это то, что делается во всем мире. Что женщина, которая находится в родах, находится под постоянным фитальным мониторированием. То есть, постоянно врач видит сердцебиение плода. Это стандарт, который достаточно давно, но в Украине он редкий. Буквально можно там называть 2-3 роддома, где это применяется, и то не в таком широком временах. Второе, что у нас применяется, так сказать, мониторинг плода, такая, так называемая, трехзвездная система. Это фитальный пульсоксиметрия, определение лактата, приближающейся всей головы. Затем с этого года мы перешли на не просто эпидуральную анальгезию, а пациент-контролирование с помощью специального прибора, кнопочки. И уже вводится программированное. Когда не надо нажимать на кнопочку, а просто врач задает программу обезболивания, так сказать, этот прибор сам обеспечивает в родах. То есть, еще меньше участия пациента. Это все увеличивает комфорт. Мы, в общем-то, одни из немногих, а в некоторых аспектах можно считать, чтобы не влекать, медицинские талии единственные, которые оперируют при патологии плацентации сохранения матки, органов берегающей операции. То есть, это в Украине делается крайне редко. То есть, наличие у нас вот этой С-дуги, сосудистого хирурга и, в общем-то, наличие вот этого Cell Saver, то есть аппарата для обработки аутологичной собственной крови, он позволяет нам делать в этом плане самые сложные операции. В отношении неонатологии проблема у нас достаточно уже решена. То есть, у нас есть опыт выхаживания детей самых маловесных, но наш рекорд 720 граммов, которые ребенка выходили и так далее. То есть, поэтому все это атрибуты такого не салонного учреждения. И когда нам на днях открытых дверей пациенты задают вопрос, куда вы отправляете пациента в сложных случаях, у меня возникает вопрос, а куда дальше? То есть, мы и по, скажем так, профессиональному составу, и по оборудованию, и по опыту, настроены на общий случай, но достаточно сложный случай. У нас есть необходимость отправлять только, если у нас не профильный пациент. Ну, допустим, родился ребенок с прожденным порогом сердца, и он в кардиохирургии. Или, допустим, там, нейрохирургии. Вот это, в общем-то, мы должны отправлять. Ну, действительно, для мам, вот, со стороны обычных женщин, да, неразбирающихся в медицине, постоянно прослеживается в благодарность всех пациентов ощущение, что женщины могут и хотят рожать дальше. То есть, и процесс комфортный, и решили все вопросы, которые вдруг возникли. И с ребенком все окей, и нет вот этого страха, нет восприятия. Ну, то есть, понимаете, это должно быть как праздник, но уже наша задача, так сказать... Чтобы сделать это праздником, нужно очень много медицины. Вы знаете, когда пациенты там начинают писать, там, диван скрипел, или чай подали на пять минут позже, я даже рад. Почему? Потому что когда возникают серьезные медицинские проблемы, на это не обращать внимания. То есть, поэтому... Об этом знают только докторы. Знаете, у нас какая сейчас привалилась жалоба, что, так сказать, я не могу отдохнуть после родов, ко мне очень много заходит. Ну, понимаете, это медицинское учреждение. Это комплимент, можно считать. Да, это медицинское учреждение, а не гостиница. Естественно, что у нас такой распорядок, мы должны следить за здоровьем матери, ребенка, так сказать, и так далее. Огромная благодарность вам за то, что в Украине есть возможность пользоваться услугами такого высокоуровневого медицинского учреждения? Помощью. Помощью высокоуровневого. Я вот категорически против слова услуги. Потому что речь в том, что это медицинская помощь. Здоровье закладывается еще до того, как ребенок появился на свет. То есть, речь в том, что у родителей есть определенная генетика, которой у них есть риск передать ребенку. Ну, это моя, так сказать, знаете, такая первая любовь. Когда поступал в мединститут, у меня был 17 лет, сказал, что я хочу быть врачом-генетиком. Я потом им стал, ну, потом, в общем, менялась. Но я все равно консультирую как медицинский генетик. Поэтому закладывается, так сказать, все с того, что родители должны знать, носители каких они генов. И на самом деле вот это носительство генов сейчас во всем мире развивается, кроме нас. То есть, у нас это направление еще находится в зачаточном состоянии. Второе. Здоровье ребенка можно определить на ранних степенях развития. И чем раньше ты это делаешь, тем это, так сказать, ну, лучше. Не буду объяснять, почему. Значит, речь в том, что в этом плане совместно с клиникой репродуктивной медицины Надия мы очень широко применяем неинвазивный пренатальный тест для определения хромосомного набора плода в утробе матери без проведения инвазивной процедуры. Затем на здоровье ребенка влияет наблюдение во время беременности, осложнение во время беременности. Ну и очень важно в случае каких-то нарушений правильно решать вопрос о родоразрешении или нет. Потому что на самом деле вот на здоровье ребенка очень влияет даже краткосрочная гипоксия, кислородное голодание в периоде родов. Если взять, проследить, допустим, так сказать, вот сейчас достаточно такая большая проблема в детском здоровье, это аутизм детский. То есть он раньше был просто, так сказать, не так четко выясняли, а сейчас достаточно... То есть там генетика 10-15 процентов, а с другой стороны, так сказать, нарушение во время беременности и во время родов. Казалось бы, что это генетика на 100%, но нет, вот такой потребительский... Нет, при всем при том, что то сказать, то есть там есть определенная, я думаю, 10-15 процентов генетика, а потом там, в общем-то, другие вещи. Ну вот как раз вот эти случаи, когда в семье есть уже ребенок с заболеваниями, да? Это повод для обращения к врачу генетику, для медико-генетического консультирования. Для мамы это вот иногда стоп планирование следующей беременности. Есть такой элемент, есть элемент, что если в семье родился какой-то неудачный ребенок, то это, скажем так, вызывает затрымку подальшего детонароджения. Не всегда оправдано, но по крайней мере, так сказать, есть генетическая консультация, есть современные методы исследования. К сожалению, они достаточно дорогостоящие, но на эти вопросы уже можно отвечать. То есть я начал работать врачом-генетиком в 82-м году. И поверьте, что за эти, скажем, 38 лет, страшно сказать, произошла такая революция, потому что, так сказать, то, что мы говорили, так сказать, в 80-е годы и то, что мы могли, это был такой жалкий лепет. Сейчас, конечно, так сказать, возможности, так сказать, не соизмерить мы больше. И решимые генетические нарушения с ребенком, и не стоит обращаться вот 100% к усыновлению, например, сразу же? Стоит рассматривать все-таки маму? Ну, такие ситуации могут быть, но крайне редко. Мы над этим всегда думаем, и поэтому вот мы на всяких этих школах материнства меньше рассказываем о страшилках, об осложнениях. Это наша головная боль. О том, что может быть и так далее. Ну, с другой стороны, понимаете, в чем дело? Сейчас есть, знаете, всеобщий враг всех врачей. Это интернет. Интернетные знания, они самые опасные. Не специалист, который прочитает, так сказать, какую-то там статью научную, он делает совершенно неправильные выводы. Ну, если говорить о интернете, то тогда попрошу совет, какие там несколько книг почитать мамам, будущих мамам? Любовные романы. Действительно? Да. Ну, это мы воспитание детей. И довериться все-таки врачам. Понимаете, в чем дело? Если вы не доверяете врачу, то ничего к нему хотите. Потому что на самом деле, скажем так, что без доверия, так сказать, невозможно. Как формируется? Как вам кажется? Вот наблюдаю очень много случаев, да, беременности, более 6 тысяч родов в роддоме Лэка. Как сформировался? В какой момент сформировался? Ну, первое, скажем так, что такого полного доверия к врачу нет. И, знаете, есть же, так сказать, формулировка, что сейчас каждые 10 лет меняется поколение, да? Сейчас есть классификация поколения Х, поколения Y и поколения Z. Вот те, кто родились после 2000 года, они уже, так сказать, начинают рожать. Ну, скажем так, что я, например, считаю, что когда поколение Z перейдет к поколению X, то это, так сказать, показатели взросления. Потому что поколение Z никому не верит, только интернетные знания. То есть общение, так сказать, только через, там, социальные сети личного и так далее. Если, допустим, там возникают какие-то медицинские проблемы, об этом спрашивают не у специалиста, об этом, так сказать, там посылают самые откровенные вещи в Facebook или Instagram и так далее. И мнение подружек более весомо, чем мнение специалиста. Еще 2000 лет назад, так сказать, Сократ сокрушался по поводу, так сказать, недостатков юного поколения. Все это проходит. И это тоже пройдет? Да, единственное, что, понимаете, что они не наделали вреда себе и своим детям. То есть я имею в виду, так сказать, скажем так, там, роды в воде, там, домашние роды. Ну все, то есть приводят пример, то есть вообще пример зарубежный здесь не очень удачный. домашний род. Единственная страна – это Голландия, где существует национальная традиция. Каждый год они публикуют, скажем так, количество осложнений. В этом плане у них очень жесткие требования к домашним родам. В плане того, кто их может проводить, каким женщинам может проводить и так далее. Ну и то, что расстояние должно быть до ближайшего госпиталя не более 15 минут. И служба скорой помощи должна быть оповещена, что где-то происходят, так сказать, домашние роды. Из этих рекомендаций уже понятно, что не стоит даже начать. Да, и скажем так, я когда-то присутствовал, когда был в Утрохском университете, на заседании разбора, так сказать, случая, который там у них случился, печальный. В этом плане. То есть акушеры-инекологи категорически, это единственная страна, и количество домашних родов там уменьшается. Это не потому, что я хочу сказать, что приходите в луэку, ради бога. Но любого рода вспомогательное учреждение, оно дает все-таки больше безопасности, чем домашний род. Можно ли дать совет максимально все-таки увеличивать личное общение с врачом и все-таки в разговоре с врачом искать доверие? Вот выберите, кому вы доверяете, и к нему приходите. Потому что, знаете, в общем, бело, недоверие к врачу, оно ни к чему хорошему не приведет. Не доверяйте, не приходите. Ну, я думаю, и врач на моменте доверия или на моменте благодарности начинает выкладываться, грубо говоря, еще больше. Любой врач хочет, так сказать, благо своему пациенту, любое. Лулейки, не лулейки. Я не знаю врачей, которые, так сказать, желают зла своему пациенту. Ну и все остальное зависит от того, так сказать, насколько пациент ему рассказывает, много, насколько он доверяет, насколько следует ее рекомендациям. Я благодарю вас за благо, которое вы несете пациентам и за тот коллектив, который действительно весь работает на благо пациентов с желанием, с фанатизмом совершенствовать свою работу.